уважаемые любители моих всяких роликов про науку и искусство эволюцию гоминид а также про человеческую глупость во его всех оригинальных проявлениях сегодня у нас очень простой ролик отвечаю на вопросы вопросов как всегда много они разные есть умные есть глупые но сразу же скажу о том что у меня на столе это некоторые символы но абажур это понятно для того чтобы можно было спокойно с удовольствием поговорить и попить чайку кстати говоря здесь находится мое любимое калиновое варенье пахнет очень своеобразно до любителя но тем не менее меня она очень нравится чего и вам желаю пироги но это понятно откуда ветер дует это из подвальчика саратове пироги и мухи эти пироги постепенно он уже существует довольно давно но пироги только начинают появляться в чем дело дело в том что эти пироги традиционные русские сейчас объясню в чем дело вот это набитая фаршем безобразие который обычно продают она имеет такое своеобразное но косвенное отношение к русским пирогам существует традиция такая что в муку надо класть кусочек мяса кусок мяса ну например не очень жирная грудинка иногда может быть тушеная свинина иногда может быть тушеная говядина а в некоторых случаях даже некоторые экзотические виды рыб и это очень вкусно удержаться невозможно потому что жареный пирожок это не печеный который раздувается благодаря жидкости изнутри а потом также очень быстро падает то есть хранение не подлежит и все таки можно там два дня наслаждаться моя любимая баба яга которая греет чайник с черным котом она сидит рядом с этим устройством изобретенным английским врачом доброжелательным гильотеном и смотрит внимательно на то кто лежит там как вы понимаете потому что в нашей стране настала пора искусственного отбора интенсивного и он происходит не будет происходить не там где ведется специальная военная операция а там где разворовывают то что должно быть по праву принадлежать нашим военным которые сражаются за нашу родину и это очень интересно как это будет происходить ближайшее время кроме этого мне стоит книжки они тоже стоит не просто так это книжки по фотографии поскольку закончена подготовка издание об этом кстати очень многих меня спрашивают будет продолжение не будет продолжение книжек по фотографии да будет последняя книжка это был здесь у нас формат вот этот вот и триплет две книжки посвященные оптики по просьбам трудящихся фотографов ну которые в отличие от этих фотограф фотографических блогеров которые во всем мире занимаются тем что фальсифицирует данные по многим камерам и объективам и потом их недорого продают фирмам производить или делают вообще на заказ мне кстати говоря очень многие начинающие фотографы присылали такие ролики когда я сличал скажем так их сопоставимые знаменитыми западными тестировщик их работы оказывалось что они в девяти случаях из десяти просто фальсифицирован приемов очень многое погубляться в них и буду на это сразу опытному человеку видно то есть за 200 евро они готовы написать про любую камеру любую заведомую ложь для того чтобы увеличить ее продажи это обычное дело в западном мире деньги не пахнут наши просто обидно что наши многие люди которые могут что-то сделать они этого не делают и просто повторяют за этими мелкими прохиндеями западными их замечательные выводы которые к реальности отношениями и вообще надо сказать что в этой области мне спрашивают про фотографию много довольно таки очень много жуликов и откровенных дураков учить их только портить поэтому я это не собираюсь сделать но почти невозможно разговаривать с человеком который за свою жизнь не распилил ни одного объектива хорошего который ни разу не разбила не рассмотрел под микроскопом матрицу который вообще не понимает что он пересказывает поскольку в школе учился плохо другого образования нет и вот кое-как научившись фотографировать на гормональном подъеме девица он значит идет в тестировщики или не дай бог в пиараста каких-нибудь фотокомпаний результат конечно плачевный однажды ко мне такой пришел деятель ему показал под микроскопом как входит свет в матрицу как она устроена из чего состоит объективы одно очень известной фирмы который занимает 70 процентов рынка мне распильный просто там снаружи и спереди два кусочка стекла стеклянные линзы а все внутри такая пластмассе на аля полиэтиленовый пакет мерзотная потому что таскать моторчиком проще быстрый автофокус это называется в общем когда этот парень несчастный малолетний не уч уходил мне очень хотелось подвязать ему челюсть нижнюю знаете как у покойников веревочкой так чтоб она не отвисала потому что то бездна иллюзии с которой он расстался вынуждал его открыть рот чтобы они быстрее улетучивались ну натурально как изгнание средневековье чертей вот будьте критичны так вот вы выйдет шестая книжка я соблазнился тем что можно ее сделать который будет называться портрет искусство фотографии там я буду рассказывать о том что лежит в основе портретного искусства как она складывалась на протяжении без малого там 200 лет и что нужно делать сейчас для того чтобы получить хороший осознанный правил портрет человека там не важно какого важно что вы хотите его сделать и передать как минимум впечатление от этого человека то есть вот такая книжка формат искусство фотографии она планируется в двух томах но пока выйдет только первый я очень надеюсь что в начале следующего года она поступит уже в типографию и в скорости выйдет из печати она будет шестой в этой серии но часть из этих книг книжек практически закончилась в издательство там есть отдельные экземпляры причем не всегда в идеальном состоянии но они хотя бы есть на думаю что в ближайшее время эта серия распадется из-за того что допечатывать новый тираж очень дорого тем более полноцвет старые в общем-то издание уже закончились так что если кому интересно почитать и посмотреть эту книжку поскольку она будет касаться не только портрета но всей истории фотографии поскольку фотография она и появилась как портретное искусство по точнее получше по объективнее чем живопись поэтому уважаемые слушатели это первое второе второй ответ на вопрос как у меня там дела с миногами до работу которая продолжалась без малого шесть лет и началась с того ролик который вы можете посмотреть на youtube канале издательство виде когда мы с пучковым то есть гоблином препарируем миног именно с этого началась работа уже прошло больше пяти лет и можно сказать что она приближается к своему эстетическому финалу то есть будет книжка которая будет так называться мозг речной миноги я планировал сделать мозг невской миноги но чтобы понятно потрафить питерским так сказать начальником но начальники не проявили никакого интереса поэтому будет называться по видовому названию мозг речной миноги хотя и часто называют невской так вот она будет довольно большая она будет немного такого формата она будет потолще наверно раза в полтора потому что здесь страниц наверно 100 с небольшим ну да 127 а там где-то будет 180 то есть потолще немного но и там будет все начиная с истории изучения но она будет разбросана по книге будет про мозг про нервы про места обитания про эволюцию и будет снабжена цито архитектоническим атласом то есть подробным описанием там больше 40 будет срезов а надо представить себе что мозг-то миноги всего-навсего там весит несколько десятков миллиграмм и очень маленький 13-14 миллиметров длиной тем не менее он довольно сложно устроено это потребовало создание цито архитонического атласа мне скажут а как же вот не увы и неус работа как же старые работы которые посвящены миноги дело в том что во первых большинство сведений которые там находятся это не совсем правда почему потому что все особенно испанские исследования особенно те кто работает на морской миноги все имеют дело с личинками то есть пескоройками вот такого размера в основном от 70 до 100 миллиметров это личинки имеющий очень косвенное отношение к взрослым миногом поэтому есть понятие метаморфоза у миног а ранний постметаморфозной стадии тоже очень специфические построения поэтому перенос на взрослых миног вот такого размера и весом 140 грамм которых мы с вами любим использовать в качестве закуски не получается это перенос перенос получается плохим потому что многие структуры органы метаморфозе перестраиваются и вообще имеют другую конструкцию нежели у личинок а поскольку все эти построения эволюционные сравнительно анатомические гистологические исследования и описание построены на личинках но они интересны полезны и нужны для науки ног взрослыми ноги имеют очень косвенное отношение вот это я старался компенсировать к тому же у низших позвоночных древат и мозга то есть эпизарный комплекс гипофиз многие ганглии черепно-мозговых нервов очень далеко расположены от мозга и встроена в окружающей ткани поэтому выделение чистого мозга и гистология который пользуется все не годится здесь нужно использовать тотальную морфологию то есть серийные гистологические срезы полученные через всю голову и как минимум большой гистологический блок в котором сохранены все периферические нервы ганглии и так далее в противном случае интерпретация и биологии и физиологии и морфологического строения мозга миноги будет невозможно поэтому она толком до сих пор и не сделано несмотря на то что история насчитывает изучение миног представьте себе почти 200 лет уже в 1830 году йоганн мюллер опубликовал сведения о гигантских мюллерских нейронах осмотрел он их судя по всему где-то в двадцатые годы то есть две сотни лет исследований до сих пор нет даже грамотного цитархитонического атласа со всеми древатами а есть куча умозрительных фантазий по реконструкции как-то все работает но очередной искусственный интеллект только 30-летней давности не имеющий никакого отношения к реальности поэтому вот выйдет такая вторая книжка меня многие спрашивают о том буду или не буду я где-то выступать вот выйдут две новых книжки и я буду конечно их презентовать еще много вопросов по поводу книги личный мозг потому что это касается каждого это о том как он устроен как он работает и что с ним делать если он не поддается мне воспитанию не образованию хочет только есть спать и размножаться так бывает это об этом книжка пока ситуация такая что книга написано и в общем обсуждается вопрос цены цены издания то есть ну будем надеяться что договоренности все-таки возникнут и при вашей поддержке или без нее но эта книжка которая касается каждого человека имеющего мозг обеспокоившийся его работе она получит дорогу в жизнь вот такие истории такие вопросы мне задают по поводу моей деятельности и некоторые спрашивают почему я там не вступаю в дискуссии почему я не отстаиваю свою точку зрения я не отстаивала отстаивать не буду потому что я начал свою сегодня запись того что учить дураков только портить так вот этого я не хочу потому что я неоднократно многим в том числе любителям стволовым клеткам объяснял говорил уязвимые места меня не слушали плашу 30 лет они все исчезли как их идиотские предложения в медицине то же самое было с метахондриальной днк который оказался настолько полиморфной что базироваться не в зоологических не антропологических следов нельзя это опубликовано широко и сейчас всерьез эти работы никто не воспринимает а было положено четверть века на это какой смысл спорить если люди на этом зарабатывают успешно продают всякие нелепости как был в одном из роликов в предыдущих пузыри научные надувают они со смрадом лопаются тыкаешь поэтому вступать дискуссии с полу грамотными людьми которые закатив глаза например недавно один из таких людей говорил о том что все главное теперь у нас в глиальных клетках там оказывается и память ой мне напоминает это живород времен ломоносова и такой же уровень таскать интерпретации полученных знаний я говорю об академик я не простых смертных поэтому о чем и с говорить говорить естественно не о чем некоторые меня еще спрашивают а как живут была история связанная с тем что я отвечал на вопросы бастрыкина ну по поводу того что вот у нас шутеры есть о том что есть у нас технология по их предварительному выявлению и прочее прочее то есть хотелось родине помочь но так бывает с некоторыми людьми вроде меня которые сохраняются детскую наивность зрелом возрасте но мне было отвечено что меня поблагодарили за активную гражданскую позицию и мне очень жаль что душегубство детей как недавно произошло в брянске продолжаются но как вы понимаете я сделать ничего не могу для этого нужно как минимум политическая воля поэтому вопрос для меня закрыт и желание так сказать им заниматься особого нет на этом уважаемые слушатели с вами прощаюсь не печальтесь все хорошо все в нашем обезьяне в мире идет по тем обезьяним законам которые описывают своих книжках в первую очередь нищета мозга и церебральный сортинг поэтому я тоже не унываю поскольку каждый божий день получаю прямые подтверждения нашего не божественного обезьянь его прошлое и того церебрального сортинга который происходит каждый день вокруг нас не печальтесь лучше при возможности попробуйте пироги с целыми кусочками мяса что намного лучше форсифицированного фарша удачи вам и хорошего пищеварения до свидания а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok